Старт череде мероприятий, посвященных Дню некурения в Бресте, был дан еще на прошлой неделе. Речь идет о пресс-конференции в Брестском Болосомо-Центре гигиены и эпидемиологии, в ходе которой было озвучено множество фактов о табакокурении. Например, в развитых странах примерно треть смертей от рака связана с вредной привычкой. Медики отмечают, что каждый курильщик сокращает себе жизнь на 5-10 лет. В свою очередь финансисты подсчитали, что если человек выкуривает в день пачку сигарет, то на эту сумму через полгода он сможет купить новый мобильный телефон, а через год – стиральную машину, велосипед или компьютер. Табакокурение имеет место среди различных категорий населения. И несмотря на положительную тенденцию по снижению числа курящих в нашей области, тем не менее курит на сегодня в нашей области 24,9%. Поэтому сегодня те подходы, которые определились в республике в плане профилактики, и по снижению потребления табака и табачных изделий, включает целый комплекс мероприятий, направленных на достижение вот этой цели. Год назад к масштабной кампании против курения присоединилось и Министерство торговли, полностью запретив рекламу табачных изделий в стране. Пачки сигарет исчезли с прилавков ларьков и магазинов. Первый был один из таких примеров. Можно привести это вынос прямой рекламы табачных изделий. Это то, что их убрали с кассы в местах торговли. Фактически они уже закрыты и открыты, так как такой рекламы нет. Висят только списки табачных изделий, продаваемых в данных торговых объектах. Еще одним шагом в борьбе с курением стало подписание Республика Беларусь к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения против табака. Ее продолжением стал директ президента номер 28, который запретил курить во многих общественных местах, в частности, учреждениях здравоохранения и на вокзалах. Кстати, сегодня на Брестском железнодорожном вокзале волонтеры Красного Креста, АБРСМ, а также Центр гигиенной эпидемиологии и общественного здоровья провели акцию, приуроченную к админикурения. Каковы последствия пагубной привычки, чем чревато-пассивное курение? Почему курильщики чаще подвержены болезням и риску возникновения раковых опухолей? И какие вредные вещества содержатся в табачном дыме? Волонтеры развернули настоящий информационный флешмоб, давая понять каждому, что курение – это серьезная проблема, с которой надо бороться, начиная с себя. Мы участвуем в совместном проекте по запрету курения на железной дороге. И вот сегодня мы проводим акцию, приурочена она к сегодняшнему дню, 31 мая – это Всемирный день борьбы с табакокурением. Волонтеры будут раздавать литературу, рассказывать о вреде курения, к чему приводит курение и также советовать бросить курить. Сегодня все железнодорожники активно поддержали акцию. На вокзале развернута массовая деятельность. Мы своим вагонным участком также приняли участие, подготовили небольшой стенд, вот здесь он находится. И девочки-проводницы наши собирают подписи людей, которые согласны с лозунгом, который написан на нашем плакате. «Без табака прекрасна жизнь, если согласен, подпишись». Информационно-образовательная акция «Брещина без табака» завершила череду мероприятий, приуроченных к дню не курения. Безусловно, ее проведение – это своего рода пусковой механизм, который позволит каждому курящему сделать для себя единственный правильный выбор – бросить курить для сохранения собственного здоровья и здоровья нации.